Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о своем самым страшном репортаже, который мне довелось снять в Лондоне. Это пожар Гренфилд Тауэр, который произошел 14 июня 2017 года. Здание загорелось где-то в час ночи на четвертом этаже и за 15 минут пламя охватило весь 24-этажный дом. Это была самая страшная ночь не только для жителей этого микрорайона, который называется Северный Кенсингтон, но и также для всего Лондона. Лично я ничего не знала о пожаре, спокойно спала себе всю ночь. Утром в 6 часов или в 7 часов утра я пошла гулять с собаками и очень меня напрягали звуки вертолета. И как бы я понимала, что в городе что-то происходит, но не знала, что именно. Некоторые подписчики иногда спрашивают меня, как я узнаю о событиях в Лондоне. Именно по каким-то таким вот признакам, там будь то гул вертолетов или полицейские машины куда-то мчащиеся или пожарные расчеты, я понимаю, что где-то что-то вот такое серьезное и страшное происходит. Я, конечно, говорила, что я не люблю снимать такие репортажи. Для меня это heartbreaking, как это называется. Ну, тяжело я переношу вот такие вот эмоциональные трагедии. Поэтому я, в принципе, не собиралась идти туда, но вот где-то к 9-10 часам я уже погуглила, что происходит в городе, почему улетают вертолеты вокруг, узнала о том, что горит здание. Я увидела фотографии, увидела газету метро с таким прямо горящим зданием и написано на всю полосу было инферно, то есть сущий ад. Не знаю, как, каким вот посылом, что послужило тому, что я пошла туда, это было недалеко от меня. В 15-20 минутах пешком от моего дома в районе торгового комплекса Westfield, White City. Ну, у меня не было никаких дел, я не училась в этот день, мне не надо было сидеть с детьми. И я решила, поеду, поснимаю. Думаю, издалека вот просто сниму исторический факт. Маме написала, она говорит, не едь туда, не ходи, не снимай. Вдруг это здание завалится и тебя прихлопнет. Я говорю, я близко подходить не буду, у меня на камере зум хороший, я вот просто поснимаю. И вот какой репортаж у меня получился, показываю вам. Конечно, когда я увидела огромное, высокое здание, 24 этажей, полностью выгоревшее, ну, к тому моменту пожар уже был почти потушен. Там снизу работали пожарные, кстати, вертолеты летали вокруг, но над самим зданием не пролетали. И не тушили сверху, как у нас тушат. Я уже где-то показывала, как в Петербурге тушили пожары. Пятого уровня сложности у нас набирают воду в Неве и прямо поверху пролетают над пожаром и тушат. А у них такого то ли нет, то ли они не использовали эту технологию. Кроме того, у нас же еще есть самолеты, которые тушат лесные пожары, Бе-200, по-моему, они называются. У них таких технологий то ли нет, то ли, ну, я не знаю, почему не использовалось. Но, конечно, было очень страшно смотреть и понимать, что там погибло огромное количество людей. И чувствовалась такая вот обстановка, какой-то мандраж, что как будто бы война разбомбила это здание. Полностью все выгорело. Черное здание посреди мирного и светлого города Лондон. И тем более район такой еще, ну, Кенсингтон. Это север Кенсингтона. Это примерно около Нотингхилла. Там, конечно, вот пять зданий, вот этих пять башен, одна из которых Гренфилл Тауэр, они из социального жилья. То есть малоимущие люди жили там. Им выдавались квартиры в качестве, ну, как социальной поддержки. В основном с Африки и Ближнего Востока было написано, там проживали семьи. И вот в этом пожаре погиб 71 человек. Многие выбегали сами. Многих удалось спасти пожарным. Но, конечно, это была, ну, такая реальная трагедия. Что же произошло впоследствии? Писали основная версия возгорания. Это короткое замыкание холодильника на четвертом этаже здания. Через шесть минут после начала пожара пожарные уже прибыли на место. Но, к сожалению, за 15 минут, благодаря плохо проверенной облицовке здания, то есть не было согласованной техникой безопасности или что-то такое, в общем, там шли расследования, и наверняка кого-то посадили, строители и ответственных за это людей. И из-за этой облицовки все просто вспыхнуло, как спичечный коробок. И сгорело. На следующий день я опять пошла туда, потому что было сказано, что приедет королева к пострадавшим, что будут какие-то официальные лица выступать или, ну, там как-то... В общем, снимать репортажи я пошла уже спикеров, кто там что скажет. Но никого не нашла, просто вот вокруг здания обошла, тоже пофотографировала уже профессиональной камерой, как исторические кадры, здание уже было полностью потушено, и вот эти вот окна, которые полностью выгорены. Рядом сделали уже такую стену, куда люди приносили цветы, ставили свечки, писали какие-то добрые пожелания, и также прикрепляли фотографии тех, кого они потеряли и не могут найти до сих пор. То есть то ли они погибли, то ли они куда-то выехали. В общем, ну вот такая вот была атмосфера. Рядом там была небольшая такая церковушка, где собирали гуманитарную помощь. В общем, я это всё ходила вокруг и снимала, как это всё происходит, и попала на пресс-пен такой, где организовывались пресс-релизы, что ли, ну, такие устные. То есть выходила глава, я так поняла, пожарной службы и рассказывала, что конкретно происходит в здании, ну и какие-то вот последствия, investigations, то есть расследования, что нашли, сколько человек на данный момент погибло, кому оказывается помощь и так далее. Королева приехала уже к вечеру, насколько я помню. Ну, в общем, не застала я её, и тем более я же не знала, в какую именно точку, там огромный такой район, что не знаешь, где именно она будет присутствовать. Но, насколько я помню, она вот приехала именно там, где собирали гуманитарную помощь для людей, пострадавших в этом бедствии. Людей из оставшихся четырёх башен тоже начали расселять, эвакуировать, потому что у них была точно такая же облицовка, как и на Гренфилд Тауэр. И около 800 семей расселили по разным районам города, эвакуировали. И наверняка там велись работы для того, чтобы заменить эту облицовку и чтобы она не могла, если загорится где-то на каком-то этаже, вспыхнуть, как спичка. Тех, кто пострадал в Гренфилд Тауэр, семьи, которые смогли спастись, их, насколько я знаю, уже впоследствии я читала в газетах, планировали переселить в новый, только что построенный, элитный жилищный комплекс в районе Кенсингтон, прямо напротив выставочного комплекса Олимпия, где я, в принципе, и жила рядышком. Но я видела, как там строился этот комплекс, как он был достроен, а уж сдали кому или не сдали, на тот момент я уже уехала из Лондона. Так что вот все эти семьи, которые пострадали в Гренфилд Тауэр, должны были переместиться в этот комплекс, но я не знаю, произошло это или нет. На следующий год, на годовщину, я поехала к Гренфилд Тауэр снимать репортаж о том, что там происходит. Говорили, что будет какой-то сервис, день поминовения, день памяти вот этих вот погибших людей. Да, там уже обнесли белой такой пленкой все здание. Наверху было написано «Мы всегда будем помнить» и такое зеленое сердечко. Зеленое, видимо, как-то связано с Гренфилд, может быть, как-то созвучно с Грин, потому что первая часть Гренфилд Тауэра звучит как «Грен», «Грин». Вся тематика как бы этого события впоследствии приобретала зеленый цвет. То люди надевали платочки зеленого цвета, то выпускали зеленые шарики. В общем, этот день был раскрашен зеленым цветом. А вообще здание Гренфилд получило название от рядом стоящей улицы «Гренфилд Роуд», которая в свою очередь была названа в честь британского фейдмаршала, барона Фрэнсиса Гренфилла. В первую годовщину собралось огромное количество людей около стены Гренфилд Тауэр. Туда приносили цветы, свечки, фотографии. Люди писали добрые пожелания на стене. Любим, помним, скорбим и так далее. Также там звучала музыка. И я вот прямо сняла эти толпы на фоне музыкального номера, который там был представлен. И то, что происходило после этого. Была служба в церкви неподалеку от этого места. Там собирались родственники и друзья погибших. Ну и как бы проходила церковная служба. Затем люди собирались и шли маршем, как и маршем «Джастис Марш» это называется. То есть они требовали правосудия, справедливости. Ну и также вот просто выпускали голубей мира, как души тех, которые погибли в этом пожаре. И шарики, зеленые шарики тоже летели в небо. И люди просто вот шли таким вот молчаливым маршем, как минута молчания. Только она вот растягивалась по всему району. И проходило какое-то расстояние вот вокруг этого дома. Через год я также поехала снимать этот репортаж. Тоже была служба в церкви. Уже стали отстраивать этот Гренфилд Тавер. Когда я пошла снимать новый репортаж на годовщину, я встретила женщину в мусульманских таких одеждах и с маленьким сыном. И как-то она вот рядом с забором, на котором местные жители делали надписи. Там фамилия, имя и РИП. Rest in peace это называется. Спокойся с миром. И вот там вот все эти таблички висели имен погибших. И я вижу, что она вот стоит около этих игрушек. И спрашиваю ее, можно ли вас сфотографировать. Ну, как бы такая живописная картинка была для прессы. Надо снимать людей. Но особенно, когда такое горе, надо спрашивать их разрешение, надо спрашивать их имена. В общем, работа репортера, это не просто пришел, там что-то снял, а работать надо конкретно с аудиторией, с людьми. И спрашивать их разрешение. Да, она сказала, что можно. Я записала ее фамилию, имя, имя сына. Я ее спрашиваю, у вас тут кто-то погиб? Она говорит, да, у меня погибло 8 родственников в этом доме. Так что вот такие целые огромные семьи там проживали. И вот кому-то удалось спастись, а кому-то нет. И потом одну из этих фотографий опубликовали, благодаря тому, что она была действительно подписана. И видно было, что, ну, так как я знала имена этих людей, мне было дано разрешение их сфотографировать. А так, если бы я просто сняла людей с их лицами, ладно, там, если сзади снимаешь, то могут опубликовать. А если с лицами, которые смотрят в кадр, не опубликуют, если нету их имен и, ну, как бы, разрешения на съемку. А тем более уж в такой печальной ситуации, которая связана вот с такой вот трагедией. Так что вот постепенно я училась и на этом фронте репортажной съемки в рамках трагедии снимать репортажи и выставлять фотографии для прессы, которые все равно нужно что-то публиковать в газетах, когда пишут о трагедии, когда пишут количество жертв, в связи с чем это связано. Все равно нужен какой-то визуальный ряд, картинка. Поэтому, ну, приходится и в таких условиях работать, и вот такие вот репортажи снимать. Также, когда мне на фестивале Open House London удалось побывать на верхушке лондонской телебашни под названием BT Tower, я уже о ней рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике, оттуда тоже открывался вид на вот это вот сгоревшее здание. Оно еще было черным. Это, по-моему, был тоже сентябрь 2017 года, когда я попала на эту телебашню. И вот как это выглядело с высоты птичьего полета, так скажем, как смотрелась эта башня. Вообще, очень страшное, конечно, было событие. Несколько терактов происходили во время моей жизни в Лондоне, а также когда я была туристом. Но снять мне ничего, в принципе, не удавалось. Ну, где-то я что-то рассказывала уже про теракт, допустим, в 2005 году, когда я впервые приехала в Лондон. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Также было возгорание в одном из поездов метро. Там кто-то поджег, ну, приравняли к теракту, поджег ведро какое-то. Тоже ходилось немало. Об этом я рассказывала, когда рассказывала про район Фулом, если хотите, смотрите в этом ролике. Ну, там ничего особенного такого я не нашла, и как бы ничего страшного такого не было. А вот такое вот здание увидеть, горящее, было страшно. Действительно страшно. А уж быть жителем этого здания, это вообще действительно сущий ад происходил тогда. Ну, вот пока и всё, что я хотела рассказать про свой самый страшный, жуткий репортаж, который я снимала в Лондоне в 2017 году. Пока на этом всё. И прощаюсь с вами. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»